1918 год. В России идет гражданская война, которая изменит судьбу России и всего мира. Общество в одночасье разделилось на красных и белых. Вчерашние соседи и даже родственники оказывались по разные стороны баррикад. В Ижевске и Водкинске, городах-заводах, рабочих городах, внезапно произошло антибольшевистское восстание. Мятежники выступили за советы без большевиков. Восстание продержалось 100 дней, после которых тысячи горожан вынуждены были уйти. Наверное, когда люди покидают свои города еще в таких чрезвычайных обстоятельствах, которые случились в 1918, а потом в 1919 году после вступления сюда Колчаковской армии, никто не думал, что они уходят отсюда навсегда. Но случилось, что большая часть из них получила вторую родину, второе место жительства. Их дети и внуки уже называли свою родину и другие места. В данном случае это, конечно, то, что сейчас социологи и психологи называют социальной травмой города, потому что из города уходила далеко не худшая часть людей, уходили квалифицированные мастера, уходили люди с, может быть, повышенным чувством гражданской ответственности, уходили те, кто волею обстоятельств был вовлечен вот в этот водоворот событий. С их уходом, конечно, меняется жизнь города, потому что они уносят вместе с собой традиции, уклад жизни, ментальность, привычки, культуру старого Ижевска. Ижевцы и водкинцы присоединились к армии Колчака не потому, что они как-то разделяли идеи белого движения и любили самого Колчака. У них вообще-то просто не было выхода. Они боролись за свой город и боролись они, соответственно, с большевиками, потому что именно большевики установили в городе свои неугодные и неудобные для рабочих порядки. В дивизии Колчака они действительно сражались очень смело, очень сильно, самоотверженно, и Колчак принял решение наградить Ижевскую дивизию знаменем. Это уникальный случай, потому что обычно соединения типа дивизии не награждались Георгиевским знаменем. И что очень важно, Колчак не успел вручить это знамя, оно так и было найдено в вагоне Колчака. И в этом смысле это знамя не обогрено кровью, ни красных, ни белых. Это очень серьезный момент. Сейчас это знамя хранится в Иркутском краеведческом музее. Мы ввели переговоры с Иркутским музеем, чтобы они передавали нам знамя, и даже один раз они отдали его нам в 2008 году, выжив на несколько месяцев. Но передать его полностью они нам не могут. По законодательству, который сейчас существует, по охране исторических памятников, реликвий и так далее. И поэтому есть возможность сделать точную копию этого знамени. Причем сделать из таких же точно материалов, из которых было изготовлено само знамя. В Иркутске есть Ханлампевский храм. Это, кстати, тот самый храм, где Колчак венчался со своей женой Софьей. И в этом храме есть мастерская. Она специализируется на изготовлении церковной одежды. И они точно могут воспроизвести изготовление этого знамя из точно таких же аналогичных материалов, по такой же технологии, по которой она была изготовлена тогда Колчаком. И мы с ними вошли в переговоры. Они дали добро, и они готовы приступить к изготовлению этого знамя. Точнее, они уже приступили к его изготовлению. Вся цена вопроса вместе с доставкой знамени в Ижевск 300 тысяч рублей. Это совершенно небольшая сумма. Но для нас чрезвычайно важно, чтобы каждый житель города, кто хотел бы присоединиться к этому совершенно важному моменту изготовления копии знамени Ижевской дивизии, мог это сделать. Сумма не важна. Рубль, 10 рублей, не важно. Важно личное участие в этой очень важной для города акции. Я считаю, что знамя Ижевской дивизии, именно вот это наградное, которое не побывало в бою, которое не обогрено кровью, может стать очень важным символом примирения противоборствующих сторон именно в нашей сегодняшней памяти. Там есть изображение Лика Христа, который призывал нас помолиться из-за врагов своих. И это очень важно сегодня, поставить точку в той гражданской войне. Это событие произошло сто лет тому назад. Казалось бы, кому-то из нас может не быть до этого никакого дела. Но это память нашего города. И сегодня у каждого из нас, возвращая знамя Ижевской дивизии, есть возможность создать свою личную историю в нашем городе, стать участником этой поистине гражданской акции. Субтитры создавал DimaTorzok